Придумали, реализовали. В Нягоне по предложению горожан обустроили сразу две площадки – детскую, игровую и спортивную. Сделать все в короткие сроки помогла победа в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Финансовое наполнение двух проектов – 18 миллионов рублей. Татьяна Герт расскажет подробности. На трибуне для болельщиков нет свободных мест. Поставили дополнительные скамейки. Идет первый товарищеский матч. И первый гол сопернику забивают хозяева поля – команда 14-й школы. Стимулы и условия для тренировок у ребят хорошие. Новый спортивный комплекс. Рядом с домом ходим, играем. Это очень круто, что оно у нас теперь здесь есть. Здесь есть дорожка, по которой можно бегать каждый раз. Вечером пришел, побегал. Комплекс открыт для всех любителей активного образа жизни. Круглый год спортом здесь могут заниматься свыше полутора тысяч жителей отдаленного от центра города района. В первую очередь – дети. Помимо мини-футбола, у нас есть беговые дорожки на три полосы. Мы занимаемся легкоатлетическими всеми видами. Сдаем нормы ГТО. Просто все желающие приходят, бегают, улучшают свое физическое здоровье. Оживленно после реконструкции на игровой площадке в одном из дворов центрального микрорайона Нягани. Детские глаза не смолкают с утра до вечера. Прекрасно, хорошо. Хоть дети огородились. Дети выходят, гуляют. Не страшно уже выпустить сюда, что на площадке. Все это огорожено, закрыто. Новое ограждение, надежное резиновое покрытие обеспечивает безопасность. А еще недавно развлекаться на аттракционах мешали лужи и грязь. Здесь 840 квадратных метров площади. То есть все данное оборудование было демонтировано, вывезено отсюда. Проведены выгрунтовочные работы. Отсюда было вывезено порядка 200 кубов, 260 кубов песка, глины всего подряд. Потом мы это все засыпали щебнем, сделали подкладку, натянули сетку и сделали покрытие резиновое. Обустройство детской площадки, строительство спортивного комплекса с нуля. Два проекта победителей инициативного бюджетирования. Финансовая поддержка порядка 18 миллионов рублей. Отношение к спорту, к здоровому образу жизни. И мы, конечно, рады, что наши дети не переходят ту черту, когда нужно от плохого к хорошему. Они начинают сразу с хорошего. Мы такими семимильными шагами идем, обрастаем. Это восьмое футбольное поле за последние годы у нас с искусственным покрытием. Мы планируем дальше этот процесс развивать. На региональный конкурс инициативного бюджетирования в этом году нягонцы подали 11 проектов. Выиграли два. Остальные важные для комфортного проживания горожан не потеряют актуальности. Авторские идеи доработают и вынесут на грантовые конкурсы. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.